На освоение графического планшета у Марии Жуковой ушло несколько дней. Хотя и рука в рисовании у неё набита, закончила художественную школу, и с компьютером она, что называется, на «ты». А вот совместить всё это в единое целое оказалось непросто. Так как рисую на бумаге, линия, которую вы рисуете, сразу отображается на бумаге, а линия, которую вы рисуете на графическом планшете, отображается на мониторе ноутбука или компьютера. И, как это сказать, сообразить, что ты рисуешь на планшете, а это появляется на мониторе, немного сложнее. Хоть и сложно, но очень интересно, признаётся Мария. Получить такой опыт она смогла благодаря самому современному оборудованию, которое в школу номер 7 города Городца поступило в рамках проекта «Школа полного дня». Теперь после уроков мальчишки и девчонки домой вовсе не спешат, потому что, как они говорят, начинается самое интересное, и найти себе занятие по душе может каждый желающий. Мне очень понравилось что-то конструировать, что-то создавать. И тут очень друзей много появилось. И очень интересно собирать всякие частицы и делать новые какие-нибудь самокаты, мельницы. Кружок робототехники, пожалуй, самый популярный среди ребят. На первый взгляд всё это напоминает игру в обычный конструктор, знакомый всем с раннего детства. Но когда собранная своими руками машина жевает на глазах, восторгу ребят просто нет предела. Чтобы любой робот мог начать автоматически выполнять какие-то действия, его необходимо запрограммировать. Потому что без программы, без алгоритма действий, которые человек ему прописывает, он по факту является просто кусочком пластмассы, который сам ничего делать не может. Те ребята, кого не привлекают компьютерные технологии, с радостью осваивают вышивание или рисование. В помощь для этого специальные станки и мольберты. Те, кто любит мастерить, занимаются деревообработкой, где с помощью самых разных станков и умелых детских ручек обычные кусочки дерева превращаются во что-то интересное. Например, как у этих мальчишек в макет эмблемы Крыма «Ласточкино гнездо». А те, кто близок к спорту и туризму, оттачивают своё мастерство в этом направлении. Я считаю, что это очень здорово, так как это развивает наши способности. И после школы мы можем собраться со своими же одноклассниками и позаниматься какими-либо кружками. В общей сложности в школе полного дня работает 25 кружков. Или, как их сейчас называют, объединений дополнительного образования по шести различным направлениям. Все эти направления у нас идут по возрастающей. То есть, если со второго класса они начнут ходить на один кружок, то этот кружок у нас будет и в третьем, и четвёртом, и в пятом классе. То есть, идёт программа на развитие ребёнка на будущее. О том, что школа полного дня интересна и востребована, цифры говорят сами за себя. Она открыта на 920 мест, тогда как во всей школе номер 7 учится 945 учеников. Пока такое образовательное учреждение единственное в городецком районе.